А вы знали, что покупать дорогие спортивные напитки не обязательно и можно вполне обойтись вишневым соком? Он уменьшает мышечную боль, которая обычно возникает через 1-2 дня после занятия, а ее пик приходится на третий день. Наверняка вам знакомо это чувство, когда кажется, что вы больше не сможете двигаться. В вишневом соке содержится множество минералов, витаминов и антиоксидантов. Антиоксиданты – это вещества, которые защищают клетки нашего организма от свободных радикалов, молекул, забирающих электроны у клеток. Сок, сделанный из вишни, также богат антоцианами, которые придают ягоде кисловатый привкус и насыщенный красный цвет. Также антоцианы обладают противовоспалительными свойствами. Неприятные ощущения в мышцах после тренировки сигнализируют организму, что пора начинать процесс регенерации. Вишневый сок поможет скорее восстановиться и сохранить силы. Пить его можно как до, так и после тренировки. Пейте достаточно жидкости, особенно если у вас была интенсивная тренировка и вы сильно вспотели. Когда вы пополняете запасы жидкости в организме, то автоматически улучшаете эластичность мышц и уменьшаете болезненные ощущения. Питье необходимо нам, поскольку наше тело на 70% состоит из воды. Помимо вишневого сока можно пить простую воду, черный или зеленый чай, кокосовую воду, шоколадное молоко или какой-нибудь спортивный напиток с низким содержанием сахара. В таких напитках содержатся электролиты, которые снимают мышечную боль. Да, это очевидно, но не стоит забывать и про питание. Не пропускайте приемы пищи, даже если хотите похудеть, потому что так вы потеряете мышечную массу. Чтобы подкачаться и ускорить обмен веществ, нужно правильно и хорошо питаться. В этом вам помогут богатые белком продукты. Для наращивания и восстановления мышц подойдут мясо, молочные продукты, яйца, орехи и бобовые. Помимо основных приемов пищи после тренировки, выбирайте перекусы, не содержащие много калорий. Также вы можете попробовать контрастный душ. Тут нет ничего сложного. Сначала включите прохладную воду, а затем горячую. И так чередуйте несколько раз. Исследования показывают, что такая практика снимает боль мышцах и восстанавливает тело лучше любых других приемов. Кроме того, вы можете сделать себе массаж с помощью валика. Исследования показали, что у спортсменов, которые массировали заднюю поверхность бедра после подходов, мышцы болели меньше, чем у тех, кто этого не делал. Валик стимулирует приток крови, благодаря чему в мышечную ткань попадают важные питательные вещества. Можно делать массаж как перед тренировкой, чтобы разогреться, так и после, чтобы расслабить мышцы. Медленно прокатите валик по напряженным мышцам. И если почувствуете слегка болезненные ощущения, удерживайте валик в том месте в течение 20-30 секунд. Также вы можете попробовать активное восстановление, выполняя нагрузку с низкой интенсивностью. Это может быть йога, бег, ходьба или плавание. Кажется, чтобы дать мышцам возможность отдохнуть, нужно свести активность к минимуму. Но это не так. Подвижность поддерживает хороший ток крови, который помогает телу восстановиться после интенсивных упражнений. И в то же время суставы и мышцы не испытывают сильной нагрузки. Так вы помогаете мышцам оставаться эластичными и выводить токсины из организма. Кроме того, небольшая активность будет поддерживать вас в тонусе, способствуя хорошему настроению. Кстати, уборка – это тоже своего рода тренировка с низкой интенсивностью. Так что включайте музыку и за дело! Подумайте над покупкой стола для работы стоя. Поскольку вы уже начали тренироваться, не позволяйте себе лениться в течение дня. Если вы много сидите, стол для работы стоя благоприятно повлияет на вашу осанку. Также попробуйте постоять на руках. Это весело! Конечно, поначалу придется выполнять эти упражнения у стены, но со временем вы ощутите прогресс в силе и равновесии. Не забудьте после тренировки принять душ и переодеться, чтобы избежать размножения микробов. На нашем теле есть маслянистый защитный слой – кожное сало. Вместе с омертвевшими клетками кожи оно может закупоривать волосяные фолликулы, так что не стоит слишком долго ходить в тренировочной одежде. Чтобы не получить травм и подготовить тело к интенсивным физическим нагрузкам, нужно как следует размяться. Во время разминки сначала следует сконцентрироваться на больших группах мышц, таких как бицепс бедра. Начните с медленного темпа, постепенно увеличивая интенсивность и амплитуду. Начать можно с 5-минутной низкоинтенсивной разминки, например, с бега на месте, ходьбы, езды на велосипеде или прыжков. Так вы разогреете тело, зарядитесь энергией и подготовите суставы к нагрузке. Также не забывайте про растяжку. Выполнять ее следует после тренировки, так как тело уже достаточно нагрето и вам нужно остыть. Этот этап тренировки часто хочется пропустить, особенно если у вас остается мало времени. Однако делать этого не стоит, поскольку растяжка уменьшает напряжение в мышцах и повышает гибкость всего тела. Можете сравнить амплитуду движений в начале своего пути и спустя месяц после регулярных занятий растяжкой. Также упражнения на гибкость подготавливают мышцы к следующей тренировке, будь она на следующий день или через пару дней. Выполняйте 10-минутную растяжку в начале каждого часа тренировки, а в конце растяните те группы мышц, которые задействовали во время тренировки. Тянитесь по 20-30 секунд, но будь осторожной, если почувствуете, что что-то не так. Не стоит переусердствовать, возможно, ваше тело еще недостаточно гибкое. Чтобы потянуть бицепс бедра, сядьте на пол и вытяните правую ногу перед собой. Согните левую ногу так, чтобы стопа касалась правого колена. Теперь наклонитесь вперед и попытайтесь дотянуться правой рукой до пальцев ног. Если так сделать пока сложно, потянитесь голени. Старайтесь каждый раз наклоняться немного дальше. Тянитесь всем туловищем, а не только плечами. Выполните то же самое с согнутой правой ногой и вытянутой левой. Чтобы растянуть ягодичные мышцы, согните ноги в коленях, оставляя левую стопу на полу. Положите правую стопу на левое бедро и оставайтесь в таком положении. Слегка подтяните обе ноги к верхней части туловища. Задержитесь на 30 секунд и проделайте то же самое на другую сторону. Для улучшения мобильности тазобедренных суставов сядьте на пол и соедините подошвы стоп. Возьмитесь за пальцы ног и наклонитесь вперед, сгибая корпус от бедер. Для растяжки поясницы лягте на спину, согните колени и обхватите голени. Медленно потяните колени к груди и почувствуйте, как растягиваются мышцы нижней части спины. Чтобы потянуть мышцы пресса, вам нужно лечь на живот и поместить руки под плечами. Оторвите верхнюю часть корпуса от пола, при этом таз оставьте прижатым к земле. И не забывайте про здоровый сон. Кошки спят две трети всей своей жизни. Звучит заманчиво, но человеку так много не нужно, поэтому в среднем мы тратим на сон около одной трети жизни. Когда мы не высыпаемся, у организма не хватает времени и ресурса на восстановление. Как правило, чтобы уснуть, человеку требуется 10-15 минут. При недостатке сна на это может уйти менее 5 минут. Старайтесь не проводить интенсивных тренировок прямо перед сном, иначе вам может быть трудно уснуть. В остальное время тренировки только способствуют качественному и здоровому сну.